Привет, друзья! Привет, дорогие друзья! Находимся мы в Витязево. Поселок Витязево, город Анапа. Ребята, и честно вам сказать, пляж чудесный, пески замечательные. Бархан шикарный. Барханы, просто туркиш. Туркиш напоминает маленькую Турцию, ребята. Но очень много людей. Очень много людей. И все здорово, погода шедший. Все замечательно. Ладно, мы хотим вам показать, где частные гостиницы. Мы сейчас будем с вами проезжать и большие гостиницы, и где частные. Да, ребята, но честно напоминает Либердон. Да, мы хотели записать этот чисто разговорный ролик. Мы будем вам показывать и рассказывать. Ощущения свои. Кто был в Ростове, тот знает Левобережную улицу. Либердон это называется. И вот это место напоминает. Реально, это оно. Море мне так пахнет, как в Сочи. Все-таки мы, наверное, привыкли больше к субтропикам, да? Да, к горам. К горам, да. К пальмам, кипарисам, к магнолии. Мой муж меня устраивает. Но здесь, между прочим, жасмин, потрясающий запах. Жасмин в Сочи тоже есть. Но мы его вчера слышали, когда мы гуляли по центру Анапы, это было здорово. Здесь мини-маркеты, мини-гостиницы, гостевые дома. Да, ну, частные гостевые дома. Да, у нас это частные. Также есть пансионаты. Они более напоминают, наверное, ребята, полупансионаты. То есть это завтрак и, возможно, обед. Или ужин. Но дело в том, что я хотел еще подметить, очень хотел это сказать. Скажи. Хаотичная застройка. Хаотичная застройка этих... Вот такой домик деревянный, извини, мило, перебью 6 тысяч рублей. Мы узнавали. Да, море черти где. Море далеко. Это где-то 4 километра. Да, море. Ну, 2 может там. В районе 2 плюс-минус. Ну, если на машине ехать, наверное, 4, да? Идти это меньше, конечно. Вот. И на 2 семейные пары. Вот такая авария, к сожалению. Да, вот гостиница одна из... Да, гостиницы. Вот такой вот полупансион. Все-таки вот, ребята... Ну, это гостевой дом, я думаю. Все-таки. Ну, наверное, да, возможно. То есть цены, да, мы еще вам расскажем в другом ролике. Но вот возле моря можно найти, я считаю, это чудесно, по 2 800 за сутки. Это без завтрака. Вот, ребята, но это первая линия. Вы будете жить с видом на море. Вот. Это, наверное, самое дешевое, что возле моря, да? Да, и... Наверное. Вот, для какой прикольный отель. Да, такой хорош. Ну, море, вот сейчас мы, смотрите, да, вот он этот отель. Сейчас, ой. Сейчас я вам покажу, где само море. То есть, кто понимает, да, где мы находимся. Ну, вот этот... Да, это 4 километра. Да, нет, ну, какие 4... Вот, прошел тут и все. Ну, какие еще 4 километра летчик? Ну, а мы не знаем, там есть плящины, нет? Мы... Ну, я думаю, есть. Тут везде пляж. Ну, да, кстати, вот единственный минус это водоросли. Ну, ледя для меня. Да, водоросли... И вода грязная все-таки. Грязная, да. И мусор есть. И мусор есть. Пакеты, потом... Может, что недавно был просто шторм, поэтому я не знаю, как тут... Ну, мы не застали, что мы покатались на полнах. В предыдущих роликах хотите, посмотрите, там мы сделаем. Или в будущем, я еще не знаю, какая поочередность будет этих роликов. Ну, не важно, да, ролики будут выходить. Вы смотрите, пожалуйста. Ну, что-то мы опять встали в пробку. Сейчас мы тогда... Это мы выезжаем. Да, давай мы тогда прервемся сейчас и продолжим. Ну, что, друзья, мы продолжим. Мы проехали чуть-чуть. Пробка. Вот тоже гостевой дом такой большой, Анести. Ну, на чем мы остановились? На хаотичной застройке. Да, хаотичная застройка. Все на самом деле разное, но приколюшное, прикольное. По своему характеру. Балконы такие красивые. Да, реально напоминает Либердон. Или же гостиница в Сочи. Вот на Красной Поляне. Да, да, да. Я вот только ехал, только что хотел сказать, что напоминают... Вот такие красивые дома мини, но они красивые. Да. И удобные. Вот. Что еще? Наверное, не очень понравилось, что много людей. Много очень людей на пляже. И пляжи... Вот мы были в самой Анапе. Пляж именно центральный в Анапе, он маленький. Узкий. Узкий, да. И там вообще, если мы считаем... Мы специально не остановились в Анапе, потому что это было бы для нас тяжело. Витязево, по крайней мере, барханы. Мы сейчас выезжаем из Витязева, и хочу сказать, что очень интересный такой пляж. Витязево был барханы. Песок. Песок. Можно было и залезть, и посмотрели на барханы, зайти, сталь, зайти, залезть. Вот, кому как удобно. И плюс еще растительность. Да, сейчас, секундочку. Вот смотрите, да, гостевые дома. И смотрите на карте, я вам сейчас покажу, где море. Ну, относительно недалеко, да. Да, ну... Я не знаю, видно, нет. А что-то я не вижу. Да, не видно. Ну, километр, наверное. Ну, где же за больше 2. Около километра. Вот, ну, в общем... Сейчас я вот так, с ним покажу. Главное, вот вы смотрите, что здесь есть столовые, в которых можно покушать, перекусить, те же дома. Ой, дома. И дома есть, и также есть магазин, вот, выезд здесь один, и, ну, так как мы найдемся, отлично, у нас пробочкой. Да, ну, дорогу делают. Делают дорогу, да, дорога хорошая. Да, вот. Очень много места сейчас, мой муж покажет, для застройки. Да, для застройки сейчас, секунду, а ехать вот отсюда, вернее, идти, и море вот, как понимаете. Так что вот так вот, место здесь... Пока что, вот это вот сейчас, мы проедем в деревья, вот это место, вон стройка продолжается. Да, там он, жилье сдается. Да, это уже построено. номер 8-918-369-09-48, кому надо, звоните. А вот такой поваренок еще, вот, демен, дезинфицирует. А, кстати, еще стоит машина, и предлагает жилье, прямо на въезде. В поселок Витязева стоит машина, наверное, они берут за услуги своих, ну, а вот еще земля, скорее всего, под застройку. Хотя здесь пока, он как вроде как огород, покошенный, все, да. А то есть, вон то, вот, вон там вот, это Анапа, уже сама, то есть, пляжа прям видно, это. Ну, Анапа, вот честно сказать, понравилась своей красотой, еще раз повторюсь, на заграницу. Повторюсь еще раз. На заграницу? Турция, да, вот это, променад с бар, с барами, мне очень понравилось, честно сказать, напоминает заграницу, маленькую Турцию, все-таки она порует, она по заштырила нас, я, конечно, Ну, друзья, вам скажу, мы пару пальм только увидели, но мы ночью были. вот мужу, мы, да, вечерний променад совершали, и мужу моему, не очень понравилось, что мало пальм, в Сочи больше пальм, там пальма на пальме, а здесь, наверное, больше декоративных пальм, я вам честно скажу, а именно вот такую, более или менее, наверное, метра полтора, мы только одну увидели, пальму. но очень красиво сделали, конечно, центр, центр, в, очень хочу сказать, что это Турция, но это не Турция, вот мне напоминает чем-то, честно сказать, то есть, вот она по классным, да, так что, друзья, этот ролик, мы хотели, чуть, конечно, не думали, что пробка будет, хотели показать вам, показать, быстро в динамике, как меняются дома, но не получилось, ладно, вам нужно, вы знаете, друзья, побывать и самим посмотреть, может быть, так и нужно, что вот на данный момент мы пробки, мы вам рассказали, что нам понравилось, а лучше, чем тысячу раз услышать, один раз увидеть, желаю вам классных поездок, да, и, друзья, подписывайтесь, вы очень поможете этому, мы вот, нам поможете, да, а нам поможет Яндекс Дзен, да, все, друзья, пока-пока, счастливо,